Музыка Позвольте начать нашу панель экспертную, которая очень интересно называется Контуры архитектуры полицентричного мира Россия, США, Китай, Евросоюз, Латинская Америка Мы здесь с Дмитрием Вячеславовичем вместе модерируем Если позволите, я, сколько вы нас долго ждали, примите наши извинения, это не от нас зависело Позвольте, наверное, без всякого предисловия, просто перейдем к заслушиванию, или как здесь принято Давайте по регламенту, может быть Вот по регламенту у нас должны спикеры вступать, ну как, 10 минут? 10 минут и 2 вопроса, как это было вчера Вот давайте так, если так было, я этого даже не знал Поэтому Таяр Виолетта Макариосовна, замдиректора по научной работе Института Лат-Америки Первый выступает с ним Уважаемые коллеги, в своем докладе я остановлюсь на межрегиональном уровне партнерства На примере Латинской Америки и Евросоюза Сегодня Латинская Америка, как представитель глобального юга В западном полушарии стремится к налаживанию паритетных и фрагматичных отношений С геополитическими коллегами из других регионов мира Что может стать дополнительной опорой экономической стабильности региона В условиях неопределенности глобального развития В этом году, в 2019 году, исполняется 20 лет С момента запуска стратегического межрегионального диалога Межрегионального соединенного Латинской Америки Поэтому можно подвести своеобразный итог И дать оценку европейской модели взаимодействия с латиноамериканским регионом Который основан на долгосрочном сотрудничестве и дифференцированном подходе Рассматривая современные взаимодействия между такими крупными региональными партнерами Как Евросоюз и Латинская Америка Нельзя ставить без внимания такое понятие, как регионализм Который во многом определяет характер этих взаимоотношений По новым регионализмам понимают многополисный мировой порядок Развитие инфекционных процессов И экономическую взаимозависимость региональных отходов Так в Латинской Америке наблюдается эволюция нескольких концепций регионализма В период последнего десятилетия XX века, начала XXI века В регионе преобладал принцип нового или открытого регионализма Который предполагал открытость экономики под влиянием волны неолиберальных реформ В том числе через упразднение тарифных и нетаритных барьеров Именно в этот период Европейской комиссии были разработаны новые ключевые направления сотрудничества Подразумевающие углубление политического диалога Расширение торговых взаимодействий Сотовременной поддержкой интеграционных процессов в латиноамериканском регионе В период открытого регионализма Латиноамериканские страны выражали готовность выстраивать региональную интеграцию По европейскому образцу В новом веке, особенно с середины первого десятилетия XXI века Это примерно 2004-2005 годы Стал происходить постепенный переход в концепции кослиберальных регионализм Суть этой концепции в том, что новый подход предполагал сотрудничество не только в сфере торговли Но и в области безопасности и реагирования на общие внутренние и внешние угрозы с акцентом на вопросах политики Государство Южной Америки в большинстве своем устрали курс на построение самостоятельной региональной политики И на дистанцирование от США В ряде из них произошла смена политического курса влево и его дифференциация В новый этап вступил процесс интеграции в Латинской Америке В 2004 году было создано сразу два интеграционных объединения Это Союз Южноамериканских наций у нас тут И Боливрианский альянс для народов нашей Америки Англ На этом установке стало наблюдаться и заметное торможение диалога между Евросоюзом И отдельными интеграционными уходами в Латинской Америке Так, переговоры с Южноамериканским общим рынком Неркосура о создании зоны свободной торговли С 2004 года были практически заморожены из-за разногласий в торговой сельскохозяйственной продукции В рамках Дахийского раунда ВТО Надо отметить, что в ходе политического и экономического диалога с Латинской Америкой Евросоюз придерживался такой модели взаимодействия с Американским регионом Который основан на долгосрочном сотрудничестве и дифференцированном подходе Осуществляемый одновременно на нескольких уровнях Межпарламентском, региональном, субрегиональном и межрегиональном Немаловажную роль в становлении латиноамериканского регионализма Сыграла потребность укрепить стратегические позиции на национальном экономике всего мира Постлиберальный регионализм возложил идея на основе формирования в 2011 году Крупнейшего объединения заходного полушария, сообщества латиноамериканских и карибских государств в селах Что способствовало укреплению межрегионального уровня диалога с ЕС Конец постлиберального регионализма в Латинской Америке исследователи относят к середине 2-го десятилетия 21-го века Латиноамериканский регион вступил в новый этап развития регионализма Что связано в первую очередь с падением в ряде стран Латинской Америки в левых режимах Что привлекло с собой очередное изменение стратегии подхода к региональной интеграции Создание Тихоокеанского альянса в 2012 году в составе Мексики, Колумбии, Перу и Чили Стало возвратом к модели интеграции на принципах открытого регионализма Что выражается в стремлении альянса встраиваться в процессы либерализации торговли В частности с Азиатско-Тиокеанским регионом К концу 2-го десятилетия 21-го века регионализм в Латинской Америке стал приобретать ряд новых характеристик Я сейчас говорю о современном этапе Среди главных изменений следует отметить кризис в региональных организациях Унасур-Англ Поляризацию в селах Пересмотр стратегии интеграции в Нергосур и укрепление тех, кто связан с гегемонией США Это организация Американских государств Тихоокеанский альянс Кроме того, в последние годы происходит процесс внешнеполитической перестройки региона Сотрудничество Колумбии с НАТО, усиление блокады и давления на Венесуэлу Смену внутриполитического курса в Аргентине и Бразилии Некоторые исследователи используют термин стратегического регионализма Применительно к современному этапу Имея в виду стремление регионов строиться в более прагматичные экономические отношения со своими внешними партнерами Таким образом, можно подстатировать, что латиноамериканский регионализм сейчас находится на переходном этапе Возможно, произойдет усиление тенденции стратегического регионализма С элементами архива и традициональных экономик в торговой и инвестиционной либерализации Либо стагнации региональных интеграционных процессов или их фрагментации В отношении со своими внешними партнерами, в частности, с Латинской Америкой Евросоюз использует еще один уровень в системе международных отношений Межрегионализм или интеррегионализм Согласно официальным документам Европейской комиссии Латинская Америка включена в межрегиональный диалог со стороны Евросоюза Надо отметить, что в отношении латиноамериканского региона Европейский интеррегионализм многоуровневый И предваряется в жизнь с помощью определенных институциональных механизмов Первый из них выстраивается по принципу диалога между двумя регионами В режиме саммитов между Евросоюзом и Силах Второй механизм предусматривает соглашение об ассоциации Третий связан с сотрудничеством на основе двусторонних торговых соглашений Так, начало межрегионального взаимодействия было положено 20 лет назад В 1999 году, когда в Рио-де-Жанейро был проведен первый саммит Много государства Евросоюза Латинская Америка Начиная с 2012 года, межрегиональные саммиты стали проходить в формате Постоянного диалога между Евросоюзом и Силах Однако в последнее время на межрегиональной переговорной площадке Стало наблюдаться торможение Запланированный саммит к проведению осенью в 2017 году Был отложен на неопределенный срок из-за экономического и политического кризиса Министерии В связи с неоднозначной позицией по этому вопросу в обоих регионах Отношения между Евросоюзом и Меркосур Представляющие собой диалог между двумя региональными объединениями Являются составной частью европейского межрегионализма Заключение договора о свободной торговле между Евросоюзом и Меркосур Становится важной вехой для межрегионального уровня отношений по нескольким причинам Прежде всего потому, что в настоящее время Евросоюз уже имеет соглашение О свободной торговле в регионе с отдельными странами и субрегиональными объединениями С Калифором, с Мексикой, Центральной Америкой, в Южной Америке, с Колумбией, Чили, Эквадором и Леру И в случае заключения торгового договора между Меркосурой и ЕС В стороне от евро-латинноамериканских экономических связей Останутся только Боливия, Куба и Венесуэла По оценке экспертов, в заключении договора между Евросоюзом и Меркосур 30 стран региона состояли бы в торговых соглашениях с ЕС Которые включали бы в себя очень похожие преференциальные условия в сфере торговли Инвестиции, услуг и государственных законов Важно, что на саммите 20-х ВОСАКИ в июне этого года Завершились все-таки затяжные переговоры между Евросоюзом и Меркосур И достигнуты соглашения, которые вступят в силу только после одобрения парламентами всех стран-участниц По оценке экспертов, экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна Открыть новые рынки для экспорта латиноамериканской продукции И видеть дальше североамериканского рынка Это обязательные условия для региона перед перспективой протекционистской политики администрации Дональда Трампа Какой можно сделать вывод? Что Евросоюз остается для латиноамериканских стран важным торговым партнером и инвестором Конкурируя на этом рынке с США и Китаем По сути, с середины 2-го десятилетия 21-го века Латинская Америка оказалась в центре геополитического треугольника И превратилась в самостоятельного игрока Активно работая по линии юг-юг с Китаем Так и в формате постоянного взаимодействия с Западом, с США и ЕС Китай стал вторым по значимости после США торговым партнером для латиноамериканского региона Переместив тем самым Евросоюз на третье место Надо отметить, что одним из важных факторов Которые все-таки замедляют образование стратегического альянса между Евросоюзом и Латинской Америкой Является сохраняющаяся долгое время асимметричность взаимной торговли и инвестиций Другим фактором, определяющим взаимную торговлю, является концентрация взаимных поставок На небольшой группе стран по обе стороны Атлантики Растет значение латиноамериканских стран-гигантов, Мексики и Бразилии На долю которых приходится более 50% в объемах экспортно-импортных операций с ЕС Особую роль Евросоюз играет в качестве инвесторов в странах Латинской Америки Как представляется, после 2017 года открылись различные сценарии развития экономического взаимодействия между ЕС и Латинской Америкой На которые неизбежно будут оказывать прямое воздействие институциональные и структурные факторы Какие это факторы? Меняется характер не только межамериканских отношений между США и Латинской Америкой Но также традиционные трансатлантические отношения между ЕС и США переживают метаморфозы Европейский Союз столкнулся с беспрецедентным давлением Вашингтона Угрожающего внести высокие пошлины на европейские товары в борьбе с дефицитом внешней торговли США Исследователи говорят о усилении протекционизма в мировой торговле инвестициях Которая в крайней форме стала приобретать характер экономических войн Смена администрации в Вашингтоне поставила под вопрос прежний мегапроектор и целый ряд многосторонних договоренностей Курс Дональда Траппона протекционизм называет сегодня серьезную озабоченность У лояльных к североамериканскому рынку партнеров, прежде всего Мексики Важно, что мексиканские транснациональные корпорации TransLatinos превратились уже в инвесторов На европейском, в частности на испанском рынке Очевидно, что сейчас Евросоюз находится в поиске адекватной модели нового лидерства в латиноамериканском регионе Фактор Трампа может помочь Евросоюзу заполнить нишу в регионе Которая может образоваться вследствие националистической и пропекционистской политики новой администрации в Вашингтоне Однако, являясь одним из игроков, оказывающим влияние на положение дел в латиноамериканском регионе Евросоюз все равно постепенно вступает в свои позиции Китаю Восхождение Китая привело к смещению экономической динамики от Атлантики к Тихому океану Фактор Китая в Латинской Америке сказывается на динамике транс-атлантических отношений вследствие того, что Китай не собирается добавлять тэпов своего экономического присутствия в регионе Для него особое значение приобретает импорт из стран Латинской Америки стратегически важных для него ресурсов, нефти и продовольствия Другой структурный фактор, который будет сказываться на транс-атлантическом взаимодействии в краткосрочной перспективе, это Брексит или выход в Великобритании состава ЕС По всей видимости, Евросоюз должен будет в краткосрочной перспективе реагировать на современные вызовы, которые могут нанести в процессе переорганизации и на операции На этом фоне возможно ожидать усиление традиционных финансово-экономических связей между США и Великобританией, и такая игра на интересах могут привести в ее союзе как в торговле, так и в институте В заключении важно отметить, что Евросоюз в конце 2-го десятилетия 21-го века сейчас находится в поиске нового лидерства в Владимирском регионе на фоне растущей конкуренции с США и Китаем Эволюция концепции регионализма в Владимирской Америке становится отражением смены геополитических и экономических реалий, в рамках которых формируются и прививаются подходы ЕС к латинамериканскому региону Европейский межрегионализм, применительный к латинамериканскому региону, осуществляется в условиях роста взаимозависимости, которые не ограничиваются только торговлей, а подкрикаются институционными и финансовыми связями Спасибо за внимание Спасибо Коллеги, мы, как договорились, два вопроса готовы принять от вас и спикер ответит, если такие вопросы есть Есть вопросы? Если сейчас нет вопросов, то позвольте я адресу Велик Микайосовский вопрос Уже действительно, по-моему, больше 15 лет процессу переговоров Пермир Косур с Европейским Союзом Вы сегодня упомянули, что в рамках саммита G20 в Осаке было анонсировано подписание соглашений Но я помню основные камни преткновения, которые звучали между сторонами во время переговоров Это открытие сельскохозяйственного рынка ЕС для латинамериканской продукции Это требование ЕС открыть рынок машиностроения, в частности в Бразилии, в Аргентине для европейских производителей И стороны, в общем-то, твердо стояли на своих позициях, отказывались от каких-либо уступок И это, по сути, было причиной, почему буксовали переговоры Сейчас как-то очень резко и... Это действительно комментарий или вопрос? Это вопрос, вот Сейчас очень как-то резко все эти вопросы ушли в сторону и анонсировали подписание, да, после прихода Бальсонару и Макри в Аргентине Вот на Ваш взгляд, я понимаю, что, наверное, еще условия соглашений, они закрыты для публики Но это что? Это значительные уступки со стороны латинамериканцев? Что позволило Дукреско взять и продвинуться в переговорах? Ну это больше было политическое решение на фоне того, что предстоят еще выборы Аргентины Макри в Аргентине приложил много усилий для того, чтобы продвинуть подписание договора с Евросоюзом Со стороны Евросоюза продвигали договоры в Испании в основном Значит, сельскохозяйственная продукция остается до сих пор камнем преткновения в переговорах Потому что еще нужно согласовать, так сказать, мелкий шрифт этого договора То есть то, что будет прописано, уже все положения, которые будут устраивать Евросоюз и Меркосуд Пока сохраняется интрига, все-таки, потому что это соглашение должно быть подписано парламентами всех стран-участниц То есть парламентами Евросоюза, парламентами Евросоюза и парламентами стран Меркосуд Сейчас предстоят выборы в Аргентине, поэтому еще сохраняется интрига, насколько это соглашение будет ратифицировано Так еще есть, пожалуйста Здравствуйте, скажите, пожалуйста Вот первый поворот, который был в начале 21 века, и вот сейчас ситуация 19-й год, 18-й, кто-то уже о другом повороте заговорил Как, на Ваш взгляд, вот это межрегиональное партнерство с Евросоюзом, оно поменялось? Идеология его, какие-то направления, тенденции У тех стран, которые были оплатены левым поворотом, а теперь они находятся в другой идеологической, геополитической ситуации? Безусловно, я говорила, что в период послиберального регионализма В общем-то, когда страны Латинской Америки избрали этот курс влево, было торможение в переговорах с Евросоюзом Но сейчас, как бы, обратная тенденция идет Поэтому сейчас, возможно, более, так сказать, на первый план выявить прагматизм, экономические интересы Евросоюз сейчас страдает от протекционистской политики Латина Трампа Поэтому Евросоюзу очень выгодно соглашение бизнес-круга, Евросоюзу выгодно соглашение с Меркосур Поскольку для Меркосур Евросоюз является важным рынком поставок товаров, инвестиций Мексика и Бразилия, в общем-то, основные страны участвуют Спасибо, Великобритания Крестова Все, два вопроса Коллеги, очень приятно Давайте перейдем от Латинской Америки немножко на север, к Соединенным Штатам Очень приятно объявить доклад Виктора Борисовича Супяна По поводу экономических позиций США Я, предваряя ваше выступление, хочу вспомнить такую любимую аналогию моего учителя В МГУ, я думаю, известного вам Смирнягина Леонида Викторовича Который, говоря о, так скажем, лидерстве Соединенных Штатов Всегда приводил пример, такую аналогию, что процесс технологического и экономического развития Он цикличен, и может быть по оси ординат у Соединенных Штатов Те же показатели, что у других стран Но на самом деле они на цикл, или даже два, где-то впереди Вот насколько они уже за углом технологического процесса Надеюсь, технологического прогресса, надеюсь, мы услышим в вашем докладе Спасибо, уважаемые коллеги Актуальность этой темы обухловлена, прежде всего, двумя обстоятельствами Как мне кажется, сегодня и в настоящее время Во-первых, она состоит в том, что действительно Есть целый ряд на объективных конвенции факторов Которые меняют позиции и экономические, и мирохозяйственные США И, впрочем, и всех других стран в современном полицентричном мире И это требует действительно осмысления и изучения Второе обстоятельство состоит в том, что в научном сообществе, в общественном мнении Существует весьма разное представление о том, в каком состоянии находится гражданская экономика Насколько она усиливает свою позицию или, напротив, теряет И я бы сказал, что в значительной степени есть элемент искажения Элемент не совсем объективного восприятия того, что на самом деле происходит в США и в их позициях в мире Вот если послушать некоторые оценки, то действительно создается впечатление, что Соединенные Штаты развалятся не сегодня и завтра Что доллар завтра уже не будет Что как-то это уходящая натура, империя, которая прекращается существовать Но думаю, что это не так И я постараюсь в своем кратком уступлении показать, что, конечно, картина весьма притворечивая Позиции в США в мире, в здравоэкономике, но тем не менее не так все грустно, или наоборот весело, как хотелось бы некоторым обозревателям Значит, среди всего многообразия показателей, которые характеризуют позиции США в мировой экономике и в мирохозяйственных связях Я бы выделил три группы, скажем так, показателей Первое – это оценка уровня экономического развития в США То есть, на мой взгляд, это принципиально важный показатель Это показатель не какие-то отдельные показатели, даже динамику, а вот совокупность показателей, характеризующих уровень развития страны Этот целый комплекс показателей, среди них наиболее часто используем Используемым является показатель углового продукта, углового внутреннего продукта, как общего, так и на душу населения И здесь мы увидим, что по УВП в целом мире Соединенных Штатов, среди них, 21 с лишним триллиона долларов, это УВП США Следующая страна, имеющая за Соединенные Штаты, это Китай, 15 триллионов, это по обменному курсу Если, конечно, мы используем паритет покупательной способности, УВП, Китай уже, как мы знаем, немножко и перевел в США Но это показатель весьма лукавый, он как бы, значит, многими оспаривается, и в основном он применим только для оценки внутреннего потребления Для сравнительного анализа гораздо, наверное, разумнее и правильнее использовать на обменный курс Но и это, даже не самое главное, дело не в количестве, не в объеме УВП, а в том, каково наполнение этого УВП, какова его структура И вот здесь, если мы посмотрим, начнем сравнивать тот же Китай с Соединенные Штатами, то мы видим колоссальное отставание Китайской Морозной Республики по качественным показателям лобов продуктов Хотя спорно, что и Китай, и другие страны делают немалые успехи в этом направлении Ну, в других показателях часто используемые УВП на душу населения Здесь Соединенные Штаты не на первом месте, но опережает их в основном группа небольших, очень разных стран и нефтедобывающих стран, где просто малое население и большой продукт относительно этого населения на душу населения получается То есть сравненность вот этих стран с Соединенные Штатами по этому показателю достаточно бессмысленно Имеется целый ряд других показателей, которые часто тоже используются для сравнительного анализа Разные международные организации эти показатели рассчитывают Ну, например, условия занятия бизнесом Здесь Соединенные Штаты не на первом месте, не на восьмом месте Опять-таки, малые страны Юго-Восточной Азии и Европы их опережают По коррупции, кстати говоря, не очень, ну, у них, так сказать, все, конечно, лучше, чем у некоторых других стран Ну, 22 место сверху, это, ну, не самое лучшее показательное Степень экономической свободы, 12 место среди всех стран То есть считается принципом, что Соединенные Штаты достаточно зарегулированы экономикой И вот Трамп пытается ее, так сказать, несколько в этом отношении поправить Ну, а по уровню конкурентоспособности первое место, безусловно, которое отмечают все серьезные анализы Но самое главное, что часто вообще, как находится по чему-то за словами исследований Это уровень экономической эффективности То есть как же, собственно, достигается, за счет чего, результат экономического развития Здесь Соединенные Штаты опережают две небольших страны Юрока Это Норвегия и Люксембург Но поскольку они малы и большого влияния на мирохозяйственные связи и мировую экономику не оказывают Получается, что Соединенные Штаты на первом месте с большим отрывом от всех других стран по производительности труда и другим показателям экономической эффективности Часто приводимый, например, Китай отстает в разы во много раз по производительности труда от Соединенных Штатов Вторая группа показателей, которая тоже, на мой взгляд, имеет ключевое значение для оценки позиционирования страны в мире Это уровень научно-технического развития Вот то, о чем вы говорили в своем вопросе, в своем замечании Здесь виденство США пока безусловно Значит, смотрите, на долю США приходится 26% мировых расходов на научные исследования Больше четверти одна страна тратит это 540 миллиардов долларов Китай, правда, очень быстро набирает здесь обороты И быстро растут расходы Китайской народной республики на научные исследования Уже 430 миллиардов Обогнали пару лет назад уже Японию Но, опять-таки, здесь дело ведь не только в количественных цифрах, в количественных оценках Пока Китай не имеет такого уровня научных школ Не имеет такой высокой результативности, как Соединенные Штаты Но, действительно, когда-нибудь количество, наверное, перейдет в качество Но будет это, на мой взгляд, не скоро это будет Но в несколько десятилетий, безусловно, Китай понадобится для того, чтобы выйти на более серьезный уровень Научно-технического развития По результативности научных исследований Тоже здесь американцы сильно переживают все другие страны 50% всех нобелевских премий получили американские ученые Из примерно 950 всех нобелевских премий, выданных с начала XX века 377 за американцев То есть премии и лауреаты — это разные показатели Потому что лауреатов больше, чем премий Поскольку одну премию часто получают несколько человек Но можем привести другие показатели Скажем, количество патентов и ценностей Примерно четверть всех мировых Треть всех ссылок в научных журналах То есть пока мы видим здесь достаточно большой запас прочности Соединенных Штатов И говорить здесь о том, что они сдадут позиции в ближайшее время, пока, мне кажется, не приходится То есть я сказал бы так, что это самое сильное конкурентное преимущество США в мировой экономике И оно пока сохраняется и сохранится в ближайшее время Ну и третий мой тезис Третья характеристика изменений происходящих в этих показателях Это очень интересные, любопытные сдвиги в позиционировании США в мировой экономике Приходом нынешнего президента господина Трампа До конца неясны последствия изменений, которые инициированы Трампом Но суть их состоит в том, что происходит определенный сдвиг Даже не определенный, а вполне, так сказать, четко обозначенный От политики глобализации, политики либерализации Которые Соединенные Штаты проводили в течение последних семидесяти лет В сторону протекционизма Значит, это очень, повторяю, любопытное изменение И если говорить о глобализации не только как о наборе объективных факторов А, безусловно, глобализация это объективный процесс Но процентов 20 этого процесса, глобализации Это все-таки проект Это то, что внесли страны, люди, реализацию этой идеи И это были именно американцы, которые после Второй мировой войны С целью, так сказать, усиления своих конкурентных преимуществ Начали активно продвигать идеи либерализации в мировой торговле, в мирохозяйственных связях Именно они инициировали всемирные торговые организации, международные валютные фронты и так далее И вот продвигая эту идею в своих интересах на протяжении почти семидесяти лет Вдруг, неожиданно для многих, случился поворот Мы видим, что делает Трамп Сворачивает некоторые международные соглашения Выходит из них, пересматривает многосторонние экономические соглашения И его идея достаточно проста Как бы получить конкретные экономические преимущества сегодня и сейчас То есть мы видим здесь обращение такого, но не стратегического, я бы сказал, мышления подхода А скорее на подходы предпринимателей, которые склонен иметь некие преимущества от соглашения сегодня Это как бы один аспект Но есть и другой аспект Который тоже нельзя сбрасывать со счетов Мы видим, что глобализация имеет издержки, которые сейчас проявились весьма в острой форме для многих разных стран Если раньше они получали основное преимущество, то сейчас, и на этом сыграл Трамп Есть явные издержки, они состоят в высвобождении большого количества рабочих мест США Почему, собственно, и многие представители Америка рабочего класса проголосовали за буржуя Трампа Что само по себе довольно удивительно И еще одна, может, более серьезная вещь лежит в основе этих меняющихся соотношений глобализации и интересов стран То есть интересы стран вступают в противоречие с тенденциями глобализации То есть это экономические и геополитические интересы, которые страны пытаются удержать свои конкурентные позиции, а глобализации как бы размазывают эти интересы Создание цепочек добавленной стоимости по всему миру, всеобщая кооперация Оно сделает не очень понятными интересы отдельных стран и отчасти корпораций, прежде всего, конечно, страны И вот что будет, когда вот это столкновение этих двух тенденций прояснится в полной мере, пока сказать трудно Но я считаю, что, конечно, повернуть пять объективный ход глобализации не удастся никому, в том числе и Трамп В основе этого лежит научно-технический прогресс, жадные интересы международных корпораций, которые выводили и будут вывозить свое производство за рубеж в цель снижения издержек и максимизации прибыли И такие уговоры и даже налоговые льготы повернуть эту ситуацию вспять не могут Но корректировать ее, наверное, можно, поскольку издержки действительно реальны И вот та политика, которую проводит президент Трамп в отношении с другими странами, это подтверждает Что произойдет, скажем, после ухода Трампа? Как бы не факт, что он идет, вполне возможно, что он будет переизбором Многие эксперты полагают, что это вполне реальный вариант Но, тем не менее, я полагаю, что если Трамп идет сейчас или четыре года, непременно произойдут корректировки в его внешнем экономическом курсе Значит, заключительная фраза Пока мне приходится говорить о серьезном ослаблении конкурентных позиций США в мировой экономике и мироходительных связей Хотя по отдельным позициям они совершенно естественно, объективно, отчасти, понемногу свои позиции уступают Но это длительный процесс, который продлится многие десятилетия Спасибо Большое спасибо, Виктор Борисович У кого есть вопросы? Хорошо, пожалуйста Глава Владимир Григорьевич, показания Виктор Борисович, фактор экономической политики Абама для экономической политики США Я полагаю, что экономическая политика Абама спирала очень важную роль в выходе экономики США из кризиса 2008-2009 года У нас привычно, принято ругать Обаму, и не вполне справедливо Он, конечно же, совершенно иной, гораздо более подготовленный человек, чем Трамп Интеллигентно образованный и очень многое сделавший, действительно, для Соединенных Штатов, я считаю Другое дело, что его политика по отношению к России нам не нравилась Это тоже понятно и ясно, она была не пророссийской Но, отвечая на ваш вопрос, да, его политика, политика Федеральной резервной системы, они способствовали успешному выходу Соединенных Штатов из кризиса И Трамп пришел фактически на готовенькое Когда он был избран, экономика США уже росла Он сейчас, естественно, все это приписывает себе Но приписывать можно, но все понимают, что это не совсем да Да, сейчас, извините просто, пожалуйста Виктор Борисович, иногда, в числе факторов, определяющих роль Соединенных Штатов, доминирующих И упоминают контроль над некоторыми элементами критической инфраструктуры Ну, скажем, технический контроль над трафиком Тогда это значит, что, например, хранилище, системы раз находятся В общем-то, локализация крупнейших компаний платформенного типа Facebook, Airbnb и так далее Они все-таки локализованы Соединенных Штатов И испытывают регуляторное и иное влияние со стороны действующих администраций Вот это вы могли бы как-то прокомментировать? Это ваш вопрос? Ну, мне кажется, что ваш вопрос уже ответ присутствует Да И не только это, но и многое другое Опять же, роль доллара Контроль над финансовой системой мира в целом Контроль над международными экономическими организациями Военные силы, наконец Все это, ну, вообще говоря, очень плохо Что одна страна контролирует все практически мировую инфраструктуру Но это реальность Если мы будем, так сказать, все время твердить Нет, это не так, что они теряют, что они ослаблены и скоро вообще умрут Это будет просто ну и соответственно действительность Что же Виктор Борисович, большое спасибо за ваш интереснейший доклад АПЛОДИСМЕНТЫ Вопрос Потому что Канада именно та страна Именно та территория на глобальной карте мира, о которой меньше всего думают И это единственное напоминание названия этой страны в рамках даже нынешнего форума Стоит ли забывать нам о Канаде? И чем может быть полезна роль Канады в современном мире, в том числе для России? Если мы взглянем на карту, то несомненно Вся система внешнеполитических и экономических связей Канады Она условлена реагиполитическим положением Два основных соседа Канады Как страны, кстати, в втором величине по территории Это США и Российская Федерация Мы и будем говорить Сегодня попытаемся выявить формат, который существует на сегодняшний момент Можно вспомнить стереотипы и слова жизни мыши под боком у слона Когда любое движение слона отзывается о восприятии этой мыши Которая была создана отцом нынешнего премьер-министра Канады Это нашло отражение во внешнеполитическом курсе Канады По отношению к своему более южному соседу Когда с приходом трудом в кабинет премьер-министра Канада начала строить свою внешнюю политику На основе взаимоотношений с кабинетом Обамы Даже возникло выражение Обама-романс Это было полное слияние идеологических воззрений двух лидеров соседних стран И большой неожиданностью и шоком для Канады оказались выборы Трампа При этом 70% канадцев не одобрили этой победы Кабинет трудом был сформирован из тех персоналей, которые априори не могли бы найти общего языка с новым лидером Соединенных Штатов С другой стороны, Трамп в своей предвыборной риторике чрезвычайно мало уделял внимание Канаде И позволял себе высказывание типа следующего Мы никогда не должны были позволять Канаде получить независимость Это был 51-й, как вы знаете, штат США, а теперь мы ее не имеем Или Трюдо чрезвычайно ужасно выполняет свою работу в качестве премьер-министра Ему должно быть стыдно быть президентом Канады Потом, конечно, Трамп несколько покаялся незнанием канадских реалий Но это живо отражает ту систему отношений, которые складывались у США по отношению к Канаде Хотя бы во внешних политических дискурсе Когда Трамп пришел к власти, даже канадская общественность называла это противостояние Годзилла против Бенби Ну, вы сами понимаете метафорой, чего выступают Годзилла и Бенби Тем не менее, во многих отношениях Взаимоотношения Канады со внешним миром характеризуются биполярностью Которая сложилась не сегодня, а еще в 1870-х годах США стала приоритетным экономическим партнером Канады Что нашло отражение в доктрине внешней политике Макдональда К 1921 году США превзошли Великобританию по объему внешних торговых отношений с Канадой Вот эта тенденция биполярности, она нашла укрепление в период после Второй мировой войны И на сегодняшний день объем торговли США составляет почти 2,5 миллиарда долларов в день Можем ли мы говорить о зависимости экономической Канады от США И как следствие определенного политического влияния на эту страну Тем не менее, вот география, она и оказывает значительное воздействие Три четверти канадского экспорта идут в США При этом 80% этого экспорта это комплектующие составные части для американских товаров и услуг И более 2,5 миллионов рабочих мест в Канаде зависит от торговли США На этом фоне и обе страны, включая и Мексику, которая также является составной частью североамериканского континента В 1988 году было подписано североамериканское соглашение о торговле Я не буду распространяться об этом очень подробно, если нужно отвечать на вопрос Но целью было это, конечно же, ослабление взаимных тарифов при движении товаров и услуг через границы При приходе Трампа с его политикой America First Он поставил вопрос о изменении или полностью отказа от условий НАФТО Что вызвало шквал войны тарифов между Канадой и США До сели мирная и достаточно толерантная Канада, отдающая отчет во взаимозависимости между этими странами ввела тарифы, ограничивающие импорт американской продукции на территорию Канады Это вызвало турбулентность по высказываниям политиков в отношениях между странами Они стали ухабистыми Еще один термин, широко используемый в тот момент В НТО было поддано более 100 исков Канады против США и ответных исков США против Канады В результате это противостояние достигло апогеем в 2018 году к ноябрю, когда было подписано новое соглашение Но даже при подписании этого соглашения название сокращения вместо НАФТО, предложенное Трампом, было USMCA Где Канада ставилась на последнее место даже после Мексики как более приоритетному региону на североамериканском континенте для США Трюдо упорно во всей интервью называл это соглашение KUSMA Противостояние достигло обострения личностных отношений между Трампом и Трюдо как лидеров нации Когда корреспондент СНН поставил прямой вопрос перед Трюдо, доверять ли он Трампу Трюдо со свойственной именем дипломатичности попытался уйти от прямого ответа Не ответил, да, тем не менее И подчеркнул, мой отец учил меня доверять канадцам Что касается Трампа, то он позволял себе и в твитах в любимой форме высказывания и в другом Другой форме политического дискурса называть Трюдо слабым и нечестным Вот мы говорим о предвостоянии с Россией и многих стран Но, смею вас уверить, что подобных родов политика никто, может быть, кроме Трюдо на этом континенте не заслуживал Помощники Трампа обещали Трюдо вместо Ваду Когда соглашение было подписано и вопросы с тарифами были урегулированы Тем не менее, определенные противостояния между интересными США и Канадой не ослабели Во-первых, Канада, будучи северной державой и отсюда будет вытекать его система отношений И с Российской Федерацией во многом Имеет спорный вопрос по поводу северного морского прохода Это демитрально противоположное отношение США и Канады к международному морскому праву Трактовать внутренними водами Канады или международными Это и противостояние в сфере внешней политики, либеральной ценности, ориентированной глобализации в интересах человека И глобализация, принимаемая как только фактор, способствующий процветанию Америки И многие другие, вплоть до отношения к наркотикам и так далее И даже внутри НАТО, конечно же, есть зависимость Канады У нее нет собственной военной позиции внутри НАТО Но Трамп требует порогов 2% от вывода КМ-взнос НАТО Канада ограничивается на настоящий момент одним Делаем вывод по Канаде Конечно же, эти страны имеют обширную общую границу Но не общую позицию по ключевым вопросам внешней и внутриполитической повестки Хотя Танада оставалась и остается самым продолжительным по времени союзникам США Что касается России, то хотелось бы вследствие малого времени обратить внимание на ключевой вопрос взаимоотношений Это то, что была создана превосходная база в виде договоров Только с 1992 по 1994 год было подписано 7 соглашений по практике климата И многие другие Вплоть до периода 2014 года российско-канадские отношения развивались в политическом позитивном ключе И вот разделом стало приснение Крыма В средстве того, что канадский внешнеполитический курс определяется, несомненно, внутренней повесткой этой жизни страны Влияние проукраинского лобби весьма значительное И оно, давая, например, только по Альберте 2% ректората, за который борются и в нынешние премьер-генедельские выборы в Канаде, оказало значительное влияние Канада ввела огромный список санкций по трем направлениям Это заморозка активов, экспортная и импортная операция, операции с финансовыми активами Этот список буквально еженедельно обновлялся и обновляется Он расширяется и по оценкам специалистов, в том числе и с командской стороны, он будет прекращен Оказывает ли влияние этот список на Россию? Да, несомненно, оказывает, потому что Канада обладает технологиями, которые необходимы для российского горнебывающего сектора В то же время отношения между Россией и Канадой фактически в двухстороннем порядке прекращены Мы остаемся членами Арктического совета, мы имеем самую большую совместную границу в арктическом пространстве Канада могла бы много получить от России, вот тут у России больше наработаны технологии и реализованы Канада так же не смогла со времен проекта Хаккера построить ни одного ледокола для освоения этих территорий Но контакты между Канадой и Россией происходят только внутри многосторонних организаций Двухсторонний контакт на сегодняшний день у нас ограничен, хотя существует большой потенциал Я смогу ответить на ваши вопросы, потому что тема стоит большого внимания, поскольку мы не замечаем среднюю державу Канаду на современном геополитическом пространстве У нее есть своя роль Большое спасибо, Татьяна Руславовна Может быть, Канаду как геополитический фактор сейчас действительно не так замечают, зато Джастин Трюдо, безусловно, один из самых популярных национальных лидеров Особенно его носки, которые он регулярно меняет в зависимости от политической ситуации Вообще его такая свободная манера поведения и показная демократичность в хорошем смысле этого слова Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы Михаил Иванович, пожалуйста А по каким направлениям вы ожидаете ухудшения отношений между США и Канадой по влиянию субъективного фактора Это отношения между людьми и объективные противоречия, которые будут в дальнейшем разъявлены в отношении этих же стран Что касается субъективного фактора, в случае того, что Трамп останется в своих офисе Мы предполагаем, что личностные отношения, если Трюдо останется в офисе, у нас 21 октября выборы А его рейтинг во вторник упал на три позиции, это сравнение с Широм, например То отношения в личном плане будут нейтрально позитивными в официальном дискурсе Трамп, когда добился своего, на своих условиях подписал это тройственное соглашение Он резко сменил риторику в отношении Трюдо Но у них никогда не может быть идеологической общности И интересы внешнеполитической доктрины США и Канады, которые существуют на сегодняшний день И к чему приложила Криста Фрилла в свою руку как министр иностранных дел И устремления США, они не совпадают Но они будут сохраняться неизменно, все-таки в ключе сотрудничества Это неизбежно Разные отношения у этих стран, они по-разному голосуют по вопросам иммиграции Разные отношения по поводу либерализации, использования наркотиков Которые достаточной мере либерализованы в Канаде Но Трамп, вследствие своей личностного отношения, его брат, собственно, умер от этой проблемы Резко относится, но Канада демонстрирует успехи на пути контроля над этим Разные отношения к свободному передвижению граждан Мексики В пределах североамериканского континента Различные отношения к сотрудничеству внутри НАТО Тридо утверждает, что мы не можем доверять Трампу, который тянет одеяло на себя А вот мы хотим коллективно Это разные отношения Трамп, он все равно будет продвигать лидерство США Но это и есть причины объективные Тридо с этим не согласен, но вынужден считаться Но сокращение значительного взаимодействия в экономическом плане в приграничной торговле между странами не будет наблюдаться Это естественный партнер Канада, конечно, стремится диверсифицировать свои отношения, укрепляясь ЕС И особенности с разбивающимися экономиками Потому что не они теперь уже зависит от Канады, США в какой-то мере А теперь экономика Канады от них зависит В большой мере Вот таким образом Спасибо Коллеги, еще вопросы? Да, пожалуйста Татьяна Руслановна, у меня какой-то вопрос Скажите, пожалуйста В сравнении с тем, что Канада приобретает участие в санкционной политике И вызывая русофобию от элиты донизора Ну, в какой-то степени В сравнении с тем, что она могла бы выиграть от взаимоотношений с Россией Она больше теряет или приобретает И как это не допускает? Канада в чем-то теряет именно В двухсторонном сотрудничестве в рамках арктического взаимодействия В чем-то теряет Потому что это совместные станции Снижение климата Потому что таяние льдов Канада как никто подвержена вот этим климатическим изменениям В любом другом ключе Канада, простите, ни в чем больше не страдает Влияние, например, русскоязычной диаспоры Ничтожно мало внутри Канады И испытывает значительное давление пропагандистское Внутри страны В отличие от канадского национально-украинского конгресса Ну, это отдельная история Как он возник, развивался И почему он столь влиятельен в политическом плане Деловые контакты Они достаточно на минимальном уровне С начала 2000-х из России ушло почти 500 канадских компаний Осталось несколько, которые продолжают сотрудничество Но канадские бизнесы Они не видят пространство Российской Федерации Как точку приложения для своих экономических интересов Плюс в Канаде нет ни одной политической партии Проходящей в парламентский пункт Которая бы имела намерение устанавливать Хотя бы даже межпарламентские связи И вот тут возник вакуум между странами Стоит вопрос, чем мы можем это заполнить По признанию канадской стороны Даже официальных кругов Это не может быть заполнено Государственным на сегодняшний день контактам У нас даже нет посла Не назначен новый Так мы висим Это может быть заполнено Они готовы Прямыми контактами по арктическим вопросам Между организациями Негосударственными канадскими организациями Российскими, у нас большая часть государственными Академическими контактами Культурными контактами Как Вот нечто Что могло бы просто встать на это место За отсутствие целенаправленной политики сотрудничества С той стороны Спасибо Простите Прошу прощения Коллеги Да Надо уже удерживать жесткий тайминг Извиняюсь за это Татьяна Русланова Огромное спасибо 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 Я думаю, что Канада вызывает такой интерес Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо